В последние несколько дней внимание всего мира было приковано к Владивостоку. В столице Приморья два дня проходил Восточный экономический форум. Его значение для региона трудно недооценить. Так, только за прошлый год иностранцы вложили в Дальний Восток почти 2 триллиона рублей. В этом году форум посетили и мировые лидеры – президенты Южной Кореи и Монголии, а также премьер-министр Японии. Особый ажиотаж среди журналистов вызвал внезапный визит северокорейской делегации. Два дня участники форума и журналисты тщетно пытались разыскать хотя бы одного представителя КНДР. Пленарное заседание форума традиционно открыл президент Российской Федерации Владимир Путин. Уважаемый господин Мунджиин, уважаемый господин Батулга, господин Синзо Абе, наши уважаемые ведущие, дамы и господа, я рад приветствовать всех участников и гостей Третьего Восточного экономического форума во Владивостоке. В этом году у нас собрались гости из более чем 60 стран. Признателен всем вам за интерес к российскому Дальнему Востоку, к его настоящему и к его будущему. Форум экономический, но место нашлось и для политических обсуждений. Пока гости форума приценивались и выбирали объекты для инвестиций, президенты России и Южной Кореи обсудили самую острую проблему – новый корейский кризис. В ходе переговоров Владимир Путин заявил, что Россия не признает ядерного статуса Северной Кореи и осуждает их за нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Однако позже российский лидер подчеркнул – решить проблему только санкциями и давлением невозможно. Россия предложила решить проблему с помощью создания совместных проектов в области энергетики. На вопрос о том, возможно ли такая кооперация между идеологическими противниками, ответил заведующий кафедрой политологии КФУ Олег Зажнаев. Дело в том, что сама Северная Корея крайне заинтересована в экономическом сотрудничестве любом, потому что страна работает исключительно на оборонку, уровень жизни крайне низкий, люди прозябают в нищете, она нуждается во всем абсолютно. Поэтому какие-то интересные предложения, которые могут быть сделаны со стороны России, они могли бы выступить неким пряником для попыток решения проблем. Но пока, безусловно, говорить о том, что будет построена там магистраль железнодорожная, которая пройдет через Северную Корею, или газопровод пока чрезвычайно рано. Ситуация настолько сегодня обострена, что северокорейцы, они не хотят идти пока ни на какие наговоренности. Третий по счету форум закрылся 7 сентября. По его итогам Дальний Восток вложили 1 триллион рублей. Из них часть на строительство платной дороги в Абезхабаровска и на строительство завода двигателей под маркой Мазда. Денис Мократов, Владислав Михнецкий, Универньюс.